всем привет среда 27 января где-то пол пятого вечера сейчас мы находимся на базе хотя должны находиться в пензе сегодня утром вчера у нас произошло дтп авария как что произошло сейчас поеду расскажу потому что надо выдвигаться и так полтора суток уже потеряно кого там говорили кто там думает что дальнобой это только как стыдишь белых носках и руль крутишь нет это и до аварии возможно никто не застрахован эта дорога два дня под машиной вот таком внешнем виде день вчера на дороге чтобы была возможность на базу приехать ехали без колеса одного на прицепе но сейчас покажу так день сегодня в общем вот так наша девочка нынче выглядит пострадавшая так-то особо и не скажешь машина проедет выглядит вот так сейчас приложу фотографии потом как она выглядела после аварии это временно это орд стекло вот у нас разбита здесь фара вся эта часть правая разбита понятно бампер счет радиатора защита кусок вот этот мы его отрезали здесь защита двигателя и бака нижняя часть ее просто нет бак был пробит мы его запаяли заплатить заклеили ничего не течет даже сейчас вот брызговик понятно вместо колеса был просто диск наружного фотография на экране так ну лампочки лампочки потом поменяем полетник мы уже его отрихтовали то же самое поцарапанный был загнутый не было вот этого колеса не было вот этого колеса там новая подушка подушку меняли что я тоже вырвала диски сейчас тоже покажу на какие похожи были колеса вот сзади у нас стоит навьё с этой стороны на запаске тоже лежит навьё нужно будет заехать на шиномонтаж потому что ну здесь условия немного не позволяет да и здоровье уже нет эти колеса два дня только колеса крутим за два дня больше колес закрутил чем за пол жизни до этого движение начинается короче как что произошло сейчас уже расскажу показать не могу нечего ну короче сейчас поеду выйдем надо выдвигаться едем дальше в пензу своим ходом слава богу вот переодеваемся что в кабине делается тоже показывать не буду там надо генеральную уборку делать потому что прыг-стоп все все в робе рабочий в общем вот так случилось у нас вчера ну бедой не назовешь скажем так большая крупная неприятность беда была бы если были пострадавшие пострадавших нет пострадала только кормилица но она на ходу и это главное 26 я думаю на сейчас тут несколько пара часов изумительного толкания в пробках сначала здесь потом потом и дальше ожидает но вернемся к нашим баранам ой пардон оленям ну что об рассказать нашу рассказать расскажу как было вчера 26 утро раннее еду спокойно никого не трогаем последний ремонт который перед москвой по м1 место и знают там за этот клуб патриот вот это вот все право я ставлю по своему рядом по две полосы по ремонту вот я там о том схемку вот схемка примерно приложу и дорога делает на ремонте такой вот зигзаг как бы восьмерочку полу восьмерку влево и вправо и вправо уходит дорога на сторону по центру стоит знак разделительную это по полосам который разделяет не позовет лево вправо и дальше лежат бетонные блоки еще нормально едем с левой стороны меня обходит она и вот когда нужно делать этот маневр ну или перед этим маневр я уже с точного времени не помню ну вот короче нужно уходить левее она не собирается уходить левее она илья в краем левом краем левом край край нет краем левого глаза замечают что она едет на меня что она в этот момент делала может прикуривала может кофе пила может по телефону разговаривала может свисток малевала я не знаю факт в том что я вижу что она едет на меня ну естественно думать то никогда в этой ситуации мост дает команду я же думаю не думал мост дал команду попытаться от него естественно уйти потому что все эти инструкции которые нам раздавали пейте пацаны если вы в полосе не уходите я вам скажу что все это полное фуфло почему все машины по куветам часто валяются и так далее и тому подобное любого человека в любого нормального человека инстинкт работает попытаться уйти от опасности то есть от столкновения еще чего-нибудь но мы это и сделали но когда руля повернул вправо крутанул вправо краем глаза правой стороны я замечаю понимаю что но мозг понимает что мы едем летим прямо на бетонные блоки прямо в куботу в ремонт туда в кукурузу соответственно делаем естественное это же движение руля влево но а ну я не знаю она или поняла или в последний момент она тоже крутнула руля влево ну по итогу что она мы не зацепили но не успеваю скорость вроде бы и небольшая была не успеваю трупнуть и всаживаю правой стороной ну видно в этот я так понимаю что попал в этот знак который право влево то есть я его сношу мордой прицепа но я успеваю убрать перед тягача переднюю ось передняя ось не попадает в блоке она проходит рядом блок бьет бетонные блоки которые лежат бьет задняя ось тягача удар был такой силы что у меня лежали меня так подкинуло так что лежали пачки порошка девицы килограммовые ну и по соответственно все что было на спальнике оно все оказалось под ногами так такой силы был удар как ну я думаю что если пустая машина была то наверное перевернула бы и если бы это была передняя ось то тупо бы наверное я бы просто выдала вырвала бы вывернула бы и ну и соответственно если бы этого руля влево не крутанул то прямо вот на эти бетонные блоки мы бы аккуратненько и оделись ну и соответственно видно блок это потом там разворачивает бью еще в эти блоки колесами прицепа передней осью задней осью средней осью и задней осью заднюю там практически чуть-чуть ну диску тоже хана передняя у вас на экране передний диск вот это у вас на экране средний диск скажем так сила удара была прицепом такова что вывернула подушку вырвала подушку ну практически вырвала на прицепе вот эту заднюю ну на среднем на передней оси с правой стороны ну все а она не получив никаких повреждений ну себе и поехала дальше естественно остановился все ну когда вышел масштабы трагедии конечно я не ожидал такого я не думал это морда разбита бак пробит потом ну за тягач за это колесо наружнее которое на тягаче оно просто тупо разулась под палетником то есть на него палетник аккуратно лег потому что взрываются оба колеса прицепные передние и средние они взорвались потому что они тоже в хлам вот ну вот такое получилось ну все звонок руководству звонок гаи ну и так далее и тому подобное дальше понятно что все это не до съемок камера не снимал в этот момент регистратор увы тоже все это было затерто короче файлы файлы файл на файл наложился в общем этого файла нет вот в принципе и все ну а дальше что день вчера на дороге мы приехал шеф потом приехали ребята с фирмы вот мы там ставили колеса одевали запаски чтобы ну оформление документов гаи там это для страховой все это машина на ходу бак заклеили сразу же есть специальная штука я забыл как называется его заклеили то есть все вон тут мы сейчас на нем едем там ничего не течет вообще огонь классная вещь вот чем день вчера в грязи на воде это и пролежали на дороге потому что чтобы среднее чтобы цыгачевская колесо снять диск его пришлось нам ну там кратом разгибать потому что до трех гаек просто тупо не подлезть было ключом мы его там кратом разгибали кстати как усилил удар вот по итогу мы ехали на базу мы ехали на двух колесах на прицепе переднюю ось мы вывесили на ремнях так можно в принципе доезжать ничего страшного вот по дороге правда нашли шиномонтаж заехали купили булочное колесо поставили вместе с диском хотите перейти с ударами пожалуйста не хотите как хотите вот сегодня день мы меняли подушку подушку купили два еще новых колеса поставили ну вот одно поставили одно нужно на шиномонтаже потому что уже ну поставить а вместо него запаску обратно вернуть в кассетницу потому что мы уже сил здоровья нету просто никакого башка болела что две таблетки цитрамона выпить так башка разболел два дня не ел не пил не спал мне ночь спал подушки только стоило добраться вот так так что друзья никто от этого не застрахован самое главное что неизвестно что бы могло быть если бы допустим право руля не крутанул если бы я ему посадил получается как раз закругление на дорогу так левее уходит а он вот так вот получается ко мне идет вот так вот вы встретились то что бы было неизвестно что бы было может я бы пнул бы ну как бы пошел кувыркаться на эти блоки еще уже там тоже блоки с левой стороны вообще неизвестно что бы там могло быть так никто не пострадал только скамейка но это сейчас по страховой правда вот в таком виде какой вы видели ну пока будем ездить то есть наша машина на ходу то есть мы уже боялись что грустно на оставлять таможен ну ничего вот своим ходом сейчас мы его отвезем в пензу ну хотелось быть сегодня утром в пензину таможне мы будем завтра в общем то вот и все и вся история берегите себя не будьте оленями и оленям передайте чтобы они ими не были потому что ну все могло быть гораздо хуже непонятно с какими последствиями слава богу что так а все остальное железо восстановим главное что все живы и здоровы а железо восстановится вот и все в принципе рассказать то больше нечего понятно извините то есть было абсолютно не до съемок какие съемки тут сначала шок потом истерика потом кручение гаек ползание под машины и так далее и тому подобное поэтому съемок не было и увы что я походу по Новорязанскому шоссе пошел не по старой Рязанке а по Новорязанскому ну толкаемся вот уже час как уже 15 минут седьмого ну так я бы сказал чтобы совсем тупо критично стояли то не скажу едем едем движение так это и идет дай бог нормально может и выберемся без больших затруднений да точно это ну я знаю что это и не по этой не по не по старой это Новорязанскому шоссе потому что что тут как то совсем по другому я в них не особо ориентируюсь в этих рязанских в одном втором нет короче главное что едем не стоит тут уже не знаете а нет почему октябрьский островцы нет наверное это оно и есть нет оно и есть как это нет я там же и еду просто в Москву то ездил по нему а с Москвы нет получается вот сейчас нам этот островцы идти проехать и все и там потом уже населенных пунктов не будет там ремонт будет но почему здесь нам еще оттолкаться осталось и одна шрезанка каких ерунду несу какую-то украсть все кто-то кого-то догнал что за случилось не это просто сломался наверно на магнитике тут а магнит магнита выручает будет бит и не битого везет вытаскивать эвакуирует магнит магнита нам чуть-чуть осталось здесь уже потолкаться и в принципе то по идее дальше должны побежать уезжать прошли луховицы через полтора километра у нас наша шинка вроде бы как работают они там допоздна сейчас время 8 нормально выскочили с Москвы в Подмосковье я думал все будет намного печальнее так можно сказать что практически без затруднений я как-то ночевал на этой стоянке здесь готовьтесь прибыть конечный полк через 800 метров вот Машка сказала заговорила а то умолчала два дня в шоке было а а а сейчас заедем глянем просто стрёмно где-то восстановиться потом спать с этим колесом новое колесо лежит в кассете на кассете короче лежит сзади как-то стрёмно все лучше поставить так как-то стоянка а вот лучше на монтаж и грузовой и вот свободно никого нет ну да а как туда к ним подъезжать надо сходить спросить стоять на аварийках ну просто короче едем дальше чувак говорит что он тут один у него там работы много ну он колеса клеил вот заниматься ему нами некогда пробуем дальше ехать ну возможно будем придется ночевать с новым колесом на кассетнице кто его знает сейчас что у нас Рязань впереди может в Рязани что-нибудь найдем а пока рулим дальше не хотелось бы ну на стоянках то на хорошей платной стоянке то кто это колесо сляпзит по идее не должны просто знаю что ну старые времена даже на автохоффа в германии парней умудрялись колеса с дисками уходить новые машины гнали но это там все николай свет не включил поехали 45 до Рязани так сейчас еще какой то вот через один километр с правой стороны мне гугл пишет что он до восьми не знаю сейчас заедем посмотрим через 600 метров ваше место назначения будет справа в Гавриловском здесь есть он тут нету какая тут церковь заброшенная только что по ходу здоровая такая может мы заброшенная не наверное не заброшенная так ваше место назначения находится справа вот у машины монтаж и машина стоит не знаю надо пойти спросить что там как у них там по делам ну вот все кстати тут кафешка хорошая правда мы тут еще снега дождались да не спасибо парняке время конечно же 15 минут 12 ну парняка Андрюха человек работает до 9 я приехал в начале 9 ну правда молодец спасибо ему остался он долгая машинка передо мной была мазик там долго он их делал а так молодец красавчик все пошел навстречу потому что ну где я дальше буду шиномонтажи искать поэтому вот благодарность ему кстати тоже говорит канал есть свой мы там что-то разговаривались туда-сюда потом нам раз за youtube зашел разговор ну говорит недавно открыл только учимся шиномонтажному делу ну может и зайти посмотреть кому интересно я еще не смотрел я просто вот я уже подписался все базара нет у тебя было 22 г у тебя уже 23 подписчика вот пошел налить там человек не захотел на том а здесь пошел навстречу карида задержусь что сделаем во-первых деньги у человека есть свои ну то есть это его деньги ну и плюс надо значит надо так что советую кому здесь будем 5 ехать вот после луховиц гавриловская машиномонтаж кафешка хорошая довольно таки сходил покушал вот заезжайте андрюха тебе удачи в твоем деле шиномонтажном ютубовском ну а мы поехали не знаю какой у нас будет дальше план на сегодня я думаю что наверное за Рязань и спать вот и Рязань Рязань проходим и спать там стоянка вроде бы есть за Рязанью большая правда я не уверен что там уже места будут поедем будем искать где-нибудь что-нибудь и что тут Рязанский фига тут Рязанский как усиленно работают а на посту всех подряд развели бурную деятельность после вчерашней сегодняшнего колесного фитнеса что-то уже никакого вдохновения ехать дальше нет до Рязани до Пензы еще 450 километров это дофига утру никак не получается а дальше уже как получится ну здесь потерял много времени наверное часа то считайте я начало 9 11 больше двух часов часа два с половиной я потерял наверное на шиномонтаже но сделать надо зато спать буду спокойно что новое колесо колесо не лежит сзади все равно вот слышно есть такое завывание воздуха то есть такого у нас не было никогда до этого ну понятно что там боковая облицовка это она отогнута между средней решеткой ну между решеткой щель ну и здесь мы однозначно что мы там мы там заделали только это морг стекло а все равно все щели все по оставалось поэтому воздух попадает свести и и и и Продолжение следует...